Общественный транспорт во все времена, как кровеносная система региона, обеспечивающая непрестанное передвижение людей по своим артериям. Автобусный парк города Барановичи по праву является предприятием, которым гордится весь наш город и все наши горожане. Прекрасный автобусный парк. Хочу поздравить всех жителей, всех работников, директора. Работу автопарка я оцениваю на высшем уровне. Они всегда успевают. Также у нас появились билеты, маты. Другой раз даже часы сверяешь по движению автобусов и это очень и очень удобно. Объявляют всегда в автобусах, какие остановки, какой номер автобусов. Доверие наших граждан подтверждается регулярным использованием этого транспорта. Мы работаем, чтобы создавать для жителей удобную и безопасную среду, для их благополучия. Двери закрылись, все, ты в руках у этих водителей. Не случайно наш день рождения – 21 августа 1944 года. Чтобы способствовать восстановлению экономики и жизни населения, в разрушенном до основания городе Барановичи создавалось пассажирское автотранспортное хозяйство. Его первыми машинами стали два трофейных бюсинга, первыми маршрутами – Барановичи Новогрудок, Барановичи Дятлова. К 1951 году в городе уже был 21 автобус. Барановичи росли, общественный транспорт стал неотъемлемой частью их истории и жизни, при этом сам сменив несколько названий. С 2009 года – это открытое акционерное общество «Автобусный парк города Барановичи». Местонахождение на улице Тельмана с декабря 1957 года. Люди были рады, когда переехали в это новое здание на улице Тельмана. Гараж на 200 автобусов – это серьезное предприятие по сравнению с тем, что было раньше. С тех пор автопарк стал основным перевозчиком в Барановичском и Ляховичском районах в Барановичах. Комнат пришел мне 21 год с половиной был. Обращение было к водителю автобуса. Сынок, внучек. В авторитете был. Водитель автобуса – профессия. Затем настали годы, когда выживал автопарк, и зарплаты были небольшими. А в 90-х стало еще сложнее. Развал Союза, цены на запчасти, топливо выросли, изменилась сеть маршрутная. Люди заставили вынужденно оптимизироваться. Благодаря приходу толкового руководства, у которого всегда порядок к 2000-м годам, автопарк стал одним из лучших Белоруссии. Теперь к нам приезжают за опытом коллеги со всей страны. Наш автопарк обеспечивает самую высокую окупаемость городских и пригородных перевозок при низком проценте субсидирования. У нас самая высокая производительность труда на одного работника, а соответственно и высокая заработная плата. Но ничего бы этого не было, если бы предприятие не выстроило ту четкую систему, с которой оно доставляет наших пассажиров. Это отсутствие срывов, расписаний, чистые ухоженные автобусы, постоянное обновление подвижного состава. Более 30 лет его возглавляет Владимир Владимирович Пучко, под руководством которого автопарк занимает лидирующие позиции не только в области, но и в республике. Сейчас мы обслуживаем более 4 миллионов пассажиров в месяц. Ежедневно только в Барановиче выезжают около 100 городских автобусов, которые за сутки совершают более полутора тысяч рейсов. А за год автобусный парк перевозит более 40 миллионов пассажиров. Самое главное для меня это доброжелательные водители, как для непунктуального человека, потому что они всегда готовы задержаться на минутку и подождать бегущего вслед автобуса пассажира. Мои дети живут в России. И когда они приехали, и на остановке минутка в минутку подошел городской автобус, они просто были шокированы, потому что такого мало где бывает. Для наших земляков общественный транспорт давно, как само собой разумеющееся понятие. Для многих это приятные воспоминания из детства и юности, для кого-то место общения и судьбоносные встречи. Но для всех, всех он верный помощник. А для нас это ежедневный труд, многозадачность. Первая особенность – это раннее вставание. Три-четыре часа подъем. 4,50 у нас самый первый рейс выезжает уже с гаража на линию. Субботы, воскресенье, если попадет там раз в полгода, раз в год, скользящий график работы. Едешь мимо озера Мышанка на улице 30 градусов, в кабине 36, и все раздетые на пляже загорают, а ты, обливаясь потом, выполняешь свою работу. Одним из первых в Беларуси в 2020 году автопарк ввел систему оплаты через сервис «Оплати», а совсем недавно – через мобильное приложение «Беларусьбанка». Мы располагаем 170-ю автобусами. На моих глазах это полностью обновился автопарк. На территории в 12 тысяч квадратных метров – ремонтная база для обслуживания транспорта. За последние 30 лет благоустроены здания, производственная цеха, территория. Акцент сделан на охрану труда и условия работы. Стоит только пройтись мимо его территории или заглянуть на нее, и сразу видно руку настоящего хозяина. Приходишь на работу, даже если нету настроения, подымается. Делается все, чтобы улучшить условия труда. Для специалистов – вкусное горячее питание в столовой, а в буфете – более двух тысяч наименований продукции. Также на территории предприятия существует здравопункт, где можно пройти профилактическое обследование, получить массаж. Для восстановления и релаксации сотрудников есть комнаты отдыха и приема пищи. Оборудован спортзал с тренажерами. Поддерживать работников и закупать современное оборудование помогают также доходы от прочих видов деятельности, которые предприятие целеустремленно развивает. Более одной пятой прибыли приносят смежные направления. В Центре сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств клиентам предоставляется весь спектр услуг – консультирование, диагностирование, сервис на новейшем оборудовании, кузовные работы, мойка. Также предприятие оказывает услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам как по территории Республики Беларусь, так и в Российскую Федерацию – Грузию. Может, это и мечта была. Проезжает автобус, он тогда ходил два раза на день – утром и вечером. Встречаешь автобус. И потом, после этого, мне дядька принес руль со списанного трактора. И вот я садился, руль на табуретку, сам на меньшую садишь. И вот я возил людей. Это мне было где-то 6-5 лет. Ну, потом пришел после армии и, можно сказать, воплотил свою мечту. От автобусного парка отучился на Д-категорию. Водитель – профессия историческая. Сегодня выросли интенсивность и скорость движения. Нужны высокая внимательность за рулем, быстрая реакция. И коллектив рядом. Более сотни профессий задействованы в том, чтобы автобус, водитель вышли на рейс, чтобы маршрут был комфортным. И когда вся команда заряжена на общий результат – это и счастье, и мастерство. Мне снится работа, еще и ночью бывает рулю. Автобусный парк – это моя жизнь, моя судьба. Незабываемые эмоции, впечатления, особенно в новогоднюю ночь, а также новые знакомства. Добропорядочные водители, чистые, ухоженные автобусы. Очень довольны, спасибо огромное и руководству автобусного парка, и всем водителям. Хоть нашему автобусному парку 80 лет, он все-таки молод душой, и шагает в ногу со временем. Я люблю автобусный парк города Барановичей. По сути, мы обеспечиваем нашим землякам качество жизни, помогаем сбыться их планам, делаем еще более благоустроенной малую родину. Это все – результат кропотливого труда не только руководителя, но и всего слаженного и дружного коллектива, которому в этот день хочется выразить слова благодарности и признательности от всех горожан. Ведь именно вы организовываете наш быт, чтобы мы счастливые добирались на работу, счастливые ехали домой и в выходные участвовали во всех мероприятиях. Просто делайте жизнь каждого горожанина комфортной. Спасибо вам большое!